Предсмертный список зомби или 100 дел, там бла-бла-бла, которые я делаю, сделаю перед смертью, короче, вот это вот. Если я не путаю, оно выходило летом, и оно до конца не закончилось. Вообще, в том летнем сезоне, да и, по-моему, весеннем, было очень много проблем, когда аниме переносили. Как помню, переносили этого, Исикай дядю, или как он там назывался. Так вот, предсмертный список зомби не закончился тогда, и дело в том, что его перенесли, и последние три серии отложили на потом. Сегодня стало известно, что их покажут 25 декабря сразу всем куском, то есть 10, 11, 12 серии. И у меня ощущение, что покажут чисто концовку в деревне, где живут родители главного героя. А теперь немного душнилого, как я обычно люблю. Предсмертный список зомби, довольно свежая манга, она до сих пор выходит, и в целом она не так уж далеко ушла от событий сериала. Если я не ошибаюсь, там буквально одна-две арки, и сериал бы догнал бы мангу. И честно говоря, честно говоря, по моему личному мнению, сериал скатился ровно в тот момент, когда главные герои покинули город. То есть вот этот вот момент, где главный герой встречает своего бывшего босса, начальника, где снова он начинает на него работать. Вот именно вот этот момент, когда аниме и манга стало хуже намного. И да, понятно, понятно, главная идея всего произведения, о том, что живи как хочешь жить, живи своей жизнью, живи моментом и так далее, откликается в сердцах трудоспособных, трудоголиков японцев, которые умирают в гребанных корпорациях. И поэтому я вот в отзывах видел очень много, что люди не понимают, как так главный герой снова прозомбировался, да, и снова начал подчиняться своему начальнику. Я думаю, автору было скучно расписывать то, чем будет заниматься главный герой в городе, поэтому он резко, дерзко и опасно отправил его в род-муви, в род-три, да, в путешествие с друзьями. Сейчас будут спойлеры к манге, если вдруг ее не читали, ну, мало ли, такие люди есть. После «Деревни родителей» они вроде бы, если я не ошибаюсь, поедут дальше, встретят музей динозавров, где, конечно же, у главного героя была цель откопать себе динозавра. А потом они попадут в еще одно поселение с выжившими, где живет друг этого, друг друга главного героя, который блондин, да, вот этот крашеный, вот его друг. Вот, они с ним заобщаются, откроют, типа, свой бизнес, у главного героя опять поедет крыша, в этот раз от обогащения. И вот на этом примерно манга вроде как сейчас примерно и зависла на этом моменте. Лютая скукота, абсолютно неинтересно читать, никакой химии, никакой динамики, ну, блин, нафиг, ничего я не обнаружил интересного. Вообще неудивительно существование аниме. Как вы помните, главная задача любого аниме – это продать мангу и мерч. И, возможно, аниме-адаптация с этим справилась, тем более ее делала какая-то новая студия, которая совершенно никому неизвестна и которая хотела проявить себя. Опять же, вспомните, первую серию аниме, она выглядела реально, как какой-то полнометражный, блин, гребаный фильм. Ну, кусочек, да, фильма. Поэтому я думаю, что все, кто хотели поднять бабки на этом проекте, на этом аниме, да, сериале, подняли их, мангу продвинули и все, в принципе, остались довольны и счастливы. Но сильно сомневаюсь, и это логично, учитывая, что манга не дорисована, я не в курсе, есть ли Ранабе, но это не важно. Я сильно уверен, что ближайшие, так, лет, наверное, пять продолжения данного аниме мы не увидим. Если тебе понравилось это видео, то оставь комментарий, поделись своим мнением по поводу предсмертного списка зомби, влепи лайк, поделись этим видосом с друзьями и можешь подписаться. Мне будет очень приятно. Спасибо. А, да, еще видео каждый день, да.